Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сейчас возобновим наши лекции, но перескочим на несколько веков назад, поскольку, как я и обещал, как я в прошлый раз говорил, я постараюсь теперь более-менее дублировать те лекции, которые я читаю в колледже, и, соответственно, давать некоторой более сжатой форме то, о чём я даю более подробные лекции в течение каждой недели. У меня две лекции, час-двадцать минут каждая. Вы можете их, кстати говоря, посмотреть на английском языке на моём YouTube-канале. Они проходят в прямом эфире в интернете сейчас. Это такой новый метод обучения. Там есть дискуссии со студентами, есть много различных технических деталей относительно того, чего именно я от них ожидаю. Ну и, кстати говоря, в двух словах хочу об этом сказать, что, безусловно, лекции – это всё интересно, и многие почему-то думают, что высшее образование заключается в посещении лекций, но это, конечно же, не так. В частности, в Университете Оксфорда посещение лекций вообще не обязательно. Оно, собственно говоря, составляет очень небольшую часть образования. Основные столбовые элементы образования в Оксфорде – это, в первую очередь, дискуссии, которые ведутся во время так называемых семинаров небольшими группами, 10-12 студентов и профессор. Под руководством профессора идёт обсуждение каждой темы, каждую неделю. Это занимает около часа. Студенты делают презентации, другие студенты спрашивают различные вопросы, задают и так далее. И второй очень важный элемент в Оксфорде, как там проходит образование, заключается в том, что студенты каждую неделю должны написать письменную работу по определённой теме, и потом она обсуждается очень небольшими группами. Как правило, два-три студента с так называемыми тютерами. Тютеры – это, как правило, свежеполучившие докторскую степень специалисты, ещё недостаточно, имеющие недостаточную репутацию для того, чтобы читать лекции и вести семинары, но имеющие достаточно уже опыта для того, чтобы давать вот эти вот один на один со студентом вот эти так называемые тютериалы. Тютериалы – это где идёт опять же обсуждение, и студент должен защитить свою работу, повторяю, каждую неделю он пишет работу, он должен защитить её, он должен объяснить свою точку зрения. Ему даётся новый список литературы, и два-три вопроса, а он должен выбрать один из них и написать ещё одну работу каждую неделю. Вот это, конечно же, более даёт серьёзное образование, потому что студенты в Оксфорде включаются в тему, они работают с темой, они думают о ней, они проходят через вот этот процесс отбора литературы. Слушать лекции – это достаточно ленивый способ, так же, как, собственно говоря, и читать книги. И вот на первой лекции, которую в интернет я не выложил, но на первой лекции я всегда объясняю студентам, что когда они читают особенно философские работы, подход здесь должен быть совершенно иной, чем когда вы читаете художественную литературу. Художественная литература проходит сквозь вас вот так вот, и вы практически ничего больше не помните. Но когда вы читаете философские произведения, в первую очередь, или, в общем-то, любую литературу, которую в колледже вы должны читать как часть своего образования, вы читать должны ее совершенно иначе. Вы должны спрашивать себя постоянно, о чем говорит автор, что он хочет сказать. Вы должны понимать это, вы должны, как бы, включаться в этот процесс. Именно этому и способствует обсуждение, этому способствует вот это написание работ и так далее. Попробуйте ответить на этот вопрос сами, и потом поговорите со специалистом, который спросит вас, почему вы ответили именно так. На самом деле это и есть образование. Ну, тем не менее, я понимаю, что для того, чтобы получить образование в Оксфорде, не у всех есть возможности, и, по крайней мере, лекции, связанные с темой, могут быть интересны всем. Поэтому я и пытаюсь перевести некоторые из них, ну, не то чтобы перевести, а дать русскоязычную версию этих лекций, которые многим могут быть интересны. Мы с вами говорили о немецком идеализме, достаточно много и подробно мне эта тема крайне интересна. Тем не менее, курс лекций, которые я читаю, точнее, два курса, которые я сейчас читаю, один из них – это введение в философию, так сказать, фундаментальная философия 101, так называемая. А второй – это логика или критическое мышление, философия 102. Философию 102 я, честно говоря, затрудняюсь переводить на русский язык, потому что она очень связана с текстами, и это большая работа, говорить о ней как-то поверхностно, я не уверен, что имеет смысл. Вот в этом смысле для того, чтобы студенты обучились логике и критическому мышлению, обязательно нужно, чтобы они делали домашнюю работу, чтобы они постоянно думали, потому что в этом классе я тысячу раз убеждался, студентам даешь какую-то информацию, она пролетает у них над головой абсолютно. Когда ты их в следующий раз спрашиваешь о том же самом, оказывается, что они ничего не поняли и даже, в общем-то, неизвестно, слышали ли. А в то время, когда они сидят в классе, они кивают головой и кажутся, что слушают. Ну, в общем-то, достаточно для того, чтобы пояснить вам, что происходит, и надеюсь, что вы с интересом относитесь к этим лекциям и смотрите их все. Вообще, те из вас, кого интересует только одна определенная тема, безусловно, не станут прослушивать все мои лекции, но я надеюсь, что для многих интересно может быть не только одна тема, но и вся история философии, потому что вся история философии очень взаимосвязана. То, что происходило в философии на каждом этапе, связано с ситуацией в мире, связано с ситуацией в данной стране, с культурой, с пониманием людей, с их уровнем развития. И оторвать это как-то и понять что-то, даже в своем собственном обществе, не понимая вот этого процесса и как мы все сюда пришли, это, мне кажется, практически невозможно. Для многих это и не интересно, и не важно. Люди ходят на работу, получают деньги, покупают айфоны, и им этого достаточно. Но некоторым хочется копнуть немного глубже, и вот именно для таких людей я и делаю эти видео лекции на русском языке. Не знаю, какие именно ресурсы доступны в России, поскольку я преподаю в Штатах, и базирую это на своем образовании, полученном в Британии в основном, где и в Штатах тоже частично. Поэтому мне кажется, что русскоязычной аудитории, тем не менее, это будет в достаточной степени интересно и познавательно. Итак, первая лекция всегда говорит об истоках философии, а я ее называю от поэзии к философии. Почему от поэзии? Потому что для того, чтобы им начать говорить о философии, необходимо вспомнить поэзию. Где и когда началась философия? Ну, я думаю, многие догадываются. Если не догадываются, открою для вас секрет, который, конечно, секретом не является. Она началась наша, так сказать, западная, или, по крайней мере, ну, как бы мне правильно выразиться, потому что для многих русскоязычных зрителей слово западное может быть неприятно. Тем не менее, вот эта культура, которая существует и в России, она у нас в достаточной степени общая с Западной Европой, и с Восточной Европой, и с Америкой. В этом смысле культура нас всех, называйте ее, как хотите, началась в Древней Греции. Поэтому и говорить вначале нужно о Древней Греции. Каким образом это произошло? Ну, а есть целый ряд объяснений. Тем не менее, как бы вы это ни объясняли, факт остается фактом. Наша культура, наш менталитет, то, как мы понимаем, мир, было заложено именно тогда, именно этими людьми, и в конечном итоге, если вы прослушаете все лекции, вы поймете, каким образом и почему. Античная культура возвращалась к нам неоднократно различными способами во время так называемого Ренессанса, Возрождения. И позднее немецкие идеалисты, о которых мы говорили в прошлый раз, Кант, в частности, безусловно, прекрасно знали античную культуру, античную литературу, и особенно античную философию. Платон и Аристотель, Платон и Аристотель, Платон и Аристотель постоянно мелькают перед глазами, а кого бы из философских фигур прошлого вы не пытались понять, с кем бы вы не знакомились. Поэтому не понимать их изначально – это огромный минус. Именно поэтому старейшие университеты, в частности, такие, как университет Оксфорда, университет Кембриджа, посвящают очень большое количество времени образованию студентов именно в античной культуре, античной литературе. Как правило, это начинается с изучения древнегреческого языка и латинского языка. Древнегреческий язык необходим для полного глубокого понимания этой культуры. И мы с вами тоже вспомним несколько слов, древнегреческих слов, которые необходимы для более полного понимания. Потому что заменить их какими-то русскими или английскими словами, к сожалению, невозможно. Это очень своеобразный язык, он по-своему уникален. И как-то понять этих философов, античных философов, и понять их менталитет, не понимая хотя бы некоторых слов, которыми они оперируют, а лучше, собственно говоря, языком. Но на это, конечно, премия есть далеко не у всех, и возможности есть далеко не у всех, но хотя бы ряд слов знать при этом необходимо. Итак, от поэзии к философии, о какой поэзии идет речь, в первую очередь мы будем говорить о Гомере и Гесиоде. Гомер и Гесиод. А их работы еще до того, как началась философия, воспитывали молодежь Древней Греции. Молодежь впитывала их фактически с детских лет. Почему поэзия? Почему именно в поэтической форме? Ну, не все, естественно, могли писать. Письменность была далеко не всем доступна, и, кстати говоря, вот именно развитие письменности и совпадет с развитием философской мысли, потому что станет легче создавать какие-то работы хотя бы некоторыми наиболее продвинутыми членами общества, создавать нечто и ознакомливать с этим других людей, и в том числе давать возможность нам тысячи лет спустя ознакомиться с их мыслями. Но до этого такой возможности не было. А поэтому Гомер и Гесиод – это, в первую очередь, поэтические произведения. Они дошли до нас в определенной форме. Насколько эта форма такова, какой она была тогда? Ну, в первую очередь, если говорить о Гомере, то, безусловно, произведения Гомера постоянно видоизменялись. То есть, то, что мы сегодня называем Илиадой или Одиссеей, это не совсем то же самое, что слушали многие из древних греков. Почему? Потому что, опять же, будучи поэтическими произведениями, передаваясь словесной форме так называемыми рассодами, людьми, которые на различных фестивалях по памяти передавали вот эти вот произведениями. А они в то же время имели возможность видоизменить некоторые части истории, включить какие-то собственные мысли и так далее. Поэтому это все постоянно видоизменялось. Есть даже некоторое, как бы, мнение, что как такового Гомера на самом деле и нет. Вот этот вот слепой поэт, о котором мы говорим и называем именем Гомер, если он и написал какую-то работу, то это совсем не та работа, которую мы сегодня читаем и называем Илиадой или Одиссеей. Тем не менее, основное какое-то корневое вот это вот произведение, конечно же, было, и хотя оно видоизменялось, и хотя неизвестно, написал ли его на самом деле Гомер, но, тем не менее, оно действительно проводило вот эту работу с молодым поколением Древней Греции. Молодежь училась по Гомеру. Молодежь знала Гомера. О чем же писал Гомер? Что такое, что давали эти произведения молодым людям Древней Греции? Ну, в первую очередь, давали им понятие о долге, о чести, о поведении человека, который считает, хочет считать себя благородным. Вот это вот как бы основное. Именно вот эта вот этическая составляющая была наиболее важной. Что же это за поведение? Это поведение воина. Это поведение человека с честью, человека с достоинством. А если мы вспомним Элиаду Гомера, в первую очередь, она, конечно, говорит о Троянской войне, но о чем там речь? Не столько о Троянской войне, сколько о вот этом вот взаимоотношении Ахиллеса, Агамнемнона и других персонажей. Агамнемнон был греческим в то время царем. Ахиллес воином, он должен был сражаться с врагами, с Троянцами. Но Агамнемнон совершил нечто, что с точки зрения Ахиллеса не было допустимо, даже со стороны короля, даже со стороны человека, обладающего властью, царя. Что же именно он совершил? Он забрал плененную деву, которая принадлежала, должна была принадлежать Ахиллесу. Его собственная дева была отозвана ее отцом, и он решил, что раз такое дело, я заберу ее у Ахиллеса. И вот здесь возникает вот эта вот дилемма, когда власть и границы власти ставятся противодействия с честью, достоинством и благородством воина. Вот такого рода конфликты и передают идею того времени и того, как тогда воспитывались люди. В том числе люди узнавали из этих произведений о богах, о том, как создано мироздание. В этом смысле Гесиот, безусловно, незаменим. Гесиот, его теагония считалась, в общем-то, авторитетом своего рода Библии тех времен. Теагония описывает создание мира, произведения вот этих вот всех богов, как боги были созданы, как они взаимоотносятся друг с другом и так далее. Мы не будем разбирать все детали этого произведения, но наиболее важный и интересный для нас момент заключается в следующем. Боги Древней Греции, мало того, что они были многочисленны, они очень существенно отличались от христианского бога, юдо-христианского. В каком смысле они отличались? Они были в значительной степени так называемыми антропоморфными. Как люди, боги как люди. То есть, они были мелочны, они были... не любили, когда им перечат, пытались продвинуть какие-то свои интересы и так далее. Почему же, собственно говоря, почему древние греки видели своих богов подобным образом? В первую очередь, потому что они пытались объяснить происходящее, то, что происходит вокруг них. Они видели, что очень часто вещи, которые происходят, не имеют прямого смысла. То есть, ну скажем так, благородный прекрасный человек в один день падает мертвым, его сразила молния. Что же случилось? Где здесь справедливость? Ну, видимо, он не угодил кому-то из богов. Вот именно такое объяснение и подходит лучше всего. Правильно? С другой стороны, как угодить богам? Давайте им различные дары. Пытайтесь их обумилостивить, так сказать. И эти взаимоотношения с богами, они вот примерно таким образом и происходили. Единственный бог, который, в общем-то, был, так сказать, начальником богов Зевс, он выглядит как справедливое лицо. Ну, по крайней мере, он старается быть справедливым. Вообще, вопрос справедливости – очень большой вопрос в Древней Греции, и интереснейшим образом о нем будет говорить Платон в своем государстве. Но это более поздняя лекция. На данный момент достаточно упомянуть того, что вот именно эти произведения Гомера и Гесиода, они имели наиболее решающее влияние на психологию древних греков, на их нормы и поведение. И именно с них начинается постепенно переход к философии. В какое время писали, создавались произведения Гомера и Гесиода? Ну, приблизительно, приблизительно порядка 700-й год до нашей эры. То есть, 2700 с лишним лет назад. Но у нас есть как минимум одна дата, которую мы можем назвать, говоря о появлении философии. Безусловно, философия не появилась в один день. Как таковое понятие философии постепенно входило в общество, постепенно входило в умы людей, что такое философия. Филья – это любовь, софия – это знание, мудрость, в первую очередь. Любовь к мудрости. Значит, философия – любовь к мудрости. Но, как таковое, это слово появилось немного позднее. Тем не менее, 585 год до нашей эры, и даже еще точнее, можно сказать, 28 мая этого года, мы можем назвать, безусловно, как таким своеобразным моментом появления философии. Что же произошло в этот день? Солнечное затмение. Но наиболее интересный момент заключается в том, что, согласно А. Геродоту, это затмение было предсказано фалосом. Фалос – один из так называемых мудрецов Древней Греции и первый философ. А. Геродота был не просто философом, но человеком, который занимался астрономией, занимался математикой и, по, опять же, словам Геродота, предсказал это солнечное затмение. Естественно, что в то время это было невероятным событием. Действительно ли оно произошло? Ну, сейчас эксперты об этом спорят. И, в общем-то, конечно, с тогдашними познаниями в астрономии и математике сложно себе представить. По крайней мере, день он предсказать не мог совершенно точно. Вавилоняне в то время занимались этим вопросом достаточно подробно. И у нас есть сведения, что они могли более-менее предсказать кое-что о солнечных затмениях, каким образом они смотрели, в каких годах были затмения, и, сопоставляя это с другими данными, состояние были давать некоторые предсказания. Вероятно, это было что-то в этом роде. То есть, по крайней мере, он предсказал, возможно, год, в который затмение произойдет. Тем не менее, сам по себе факт, сам по себе подход был, безусловно, у Фаллеса научным. И вот именно с этого и начинается философия, которая в то время была неотделима от науки. Когда мы начнем говорить более подробно о тех философах, которые появились до Сократики, так называемой Греции, мы заметим, что одним из основных подходов и одной из основных разниц между подходом вот этих вот поэтов, Гомера и Гесиода и философов, таких как Фаллес, заключается именно в том, что для Гомера и Гесиода все речь шла о традиции. Они находили вот эти вот легенды, мифы, и каким-то образом пытались их собрать и на вот этих вот традиционных идеях о богах, о богах и о вот этих вот событиях, которые якобы имели место, когда появилась цивилизация, появилась земля и так далее. Для них это был авторитет, и на этом авторитете они ставили свои произведения. Для таких людей, как Фаллес и для философов в целом, все строится на разуме и все подвергается сомнению. Они не пользовались никакими традиционными источниками, включая Гомера и Гесиода. Вот именно этот вот отрыв, вот этот момент, когда люди стали употреблять разум и употреблять собственные познания, пытаясь понять, что же происходит вокруг них, именно этот момент и можно считать началом философии. Более подробно мы поговорим об этом позднее, но для начала, я думаю, этого достаточно. Это дает некоторое представление о моих первых двух лекциях, и я надеюсь, что на следующей неделе мы с вами продолжим. Всего доброго!